Люди сами, объединившись в территориальное общественное самоуправление, возводят небольшой спортивный зал. Одним словом, люди поняли, что только своими силами можно сделать жизнь лучшей и не ждать того, кто бы пришел к нему и чего-то сделал. У бичурских тосов женское лицо, шутит Наталья Слепнева. Прекрасная половина умеет не только продвигать народные проекты, но и руководить. Глава администрации в районе в основном женщина, а вот церковь возводят всем селом. Это хороший знак. Когда церковь строят, это значит село поднимается. Пожалуй, главное событие, которого ждал весь бичурский район, это открытие новой больницы. Врачи в борьбе за здоровье населения теперь вооружены до зубов. Помимо терапевтов, прием будут вести узкие специалисты, а новейшее оборудование позволит ставить даже самые сложные диагнозы в кратчайшие сроки. МВЛ, в основном диагноз, увидим здесь. Ну, рак, рак там, это желудка, здесь можно все увидеть. Самый больной вопрос – это кадры. По программе «Земские врачи» в Бичурскую районную больницу пригласили 14 молодых специалистов. Живем и обеспечиваем, живем в благоустроенных квартирах. В принципе, от работы недалеко, 10 минут ходьбы. Ну и зарплата нормальная. Вообще, в последние годы в районе активно ведут борьбу с безработицей. Это обычное лесоперерабатывающее предприятие. Но только на первый взгляд. Бичурские предприниматели нашли свой способ зарабатывания денег. Они изготавливают настоящие китайские палочки. Мы отправляем полуфабрикаты в Китай. Там они доводят, упакуют конкретную палочку. Мы хотим где-то в этом году завести оборудование, доводить до ума. Однако условия труда, в которых работают фасовщицы, оставляют желать лучшего. Поможем, заверил Вячеслав Наговицын. То, что сам по себе бизнес зашел сюда, это уже хороший знак. Мы, конечно, сделаем все, чтобы реализация этого проекта прошла комфортно. Поездка главы Бурятия завершилась встречей с предпринимателями. Бизнесмены с глазу на глаз задали вопросы, которые, по сути, волнуют не только их, но и большинство предпринимателей Бурятии. А глава Бичурского района Виталий Калашников попросил у Вячеслава Наговицына содействия в вопросе освещения республиканских дорог, а также в строительстве физкультурно-спортивного комплекса для бичурцев. Зоя Ценишеева, Вячеслав Батоев. Новости дня. Бичурский район. Продолжение следует...